Здравствуйте, Натан. Здравствуйте. Какими судьбами Баку? Это очень красивый город, и я о нём очень мало знала, и поэтому сюда приехала, чтобы увидеть этот город. Очень много говорят сейчас о нём. Прекрасно. По-моему, сегодня ваша выступка, персональная выступка. В Академии художеств, так? Так. Чья это идея? Это моя идея. Хорошо, что именно в Баку у вас должна пройти персональная выставка. Я хотела посетить этот город, но поскольку я художница, то вот таким образом с выставкой сама приехать. Хорошо. Значит, надо благодарить и вас, и русское посольство. Да, посольство Российской Федерации. И хозяев этого прекрасного знака. Хозяева. Ильдарова. Нет. Амара. Амара Ильдарова. Хорошо. Натан, наш журнал называется «Таныш Олак», то есть будем знакомы. Расскажите о себе. Я родилась в городе Ленинграде в 74-м году. И с детства рисую. Псевдоним мой такой, потому что меня называли родители Натанчик. Хорошо. А позже это эволюционировало в Натан. И так получилось, что меня уже во взрослом возрасте называли стопко. В юном возрасте, с 6 до 8 лет, я была в интернате балетном. И поэтому... Но потом меня забрали, потому что это очень сложно все-таки для ребенка. Я не выдержала. Но так или иначе, эта балетная тема, она заложилась у меня в подсознании. И теперь я уже во взрослом возрасте понимаю, люблю балет. И эта тема сопровождается уже очень многие годы. Ближайшие планы? Если сильно ближайшие, то 12 апреля я буду в Бишкеке. Меня пригласила Киргизско-российский университет на памятную дату 180 лет Пржевальскому. Я везу туда картины и работаю со студентами. Хорошо. Город Баку нравится, я так понимаю. Только в Баку побывали, еще нигде, ни в других городах, местностях? Я вчера только прилетела. Хорошо, понял, понял. Спасибо, Натан, удачи вам.